Продолжение следует... 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 Туда. Но если мы все-таки туда двигаться не будем, тогда мы остаемся в той цивилизации, нарастающей остаемся, в которую мы попали. То есть вот этот цифровой, в большой мере виртуальный мир, мир, в котором искусные интеллектуальные системы играют огромную роль, которые нас начинают замещать. И у нас перед нами стоят эсхатологические вопросы, а именно, кто мы? Мы планируем жить еще на этой планете? Мы себе место какое-то отводим? Или мы из-за нашей вселенской линии решили все отдать искусственным системам, которые будут за нас работать, развлекаться, производить детей другим способом, не тем, к которым мы привыкли за последние много тысяч лет. А нам-то что делать? А мы что будем делать? Понимаете? Мне уже даже надоело про это говорить. Потому что я часто слышу ответ, а вот тут-то... И заживем. Да, тут-то и заживем, потому что в освободившись от тяжелого труда, умственного или физического, в данном случае, неважно, время, люди креативно будут жить. Вы знаете, у меня есть основания не верить, что это праздное человечество будет писать мадригалы, играть на лютне, гулять с венками из оливок по садам и беседовать о шопенгавере. У меня есть основания считать, что этого не будет. А что это будет разрушающее себя общество, которое от безделья... А что очень опасно? Есть даже термин такой, цивилизация праздности. И это уже было, это был Древний Рим, который где-нигде остался в истории. Праздность – опасная вещь. Уже понятно, что людей заменят роботы, это уже происходит, просто какое-то время назад считалось, что в креативных сферах робот не сможет заменить людей, креативных профессий, творческих профессий. Но это не так, потому что уже мы знаем, что есть робот-телеведущий, робот-психотерапевт, робот-художник и так далее. Робот-музыкант. Робот-музыкант, и они это делают нормально, хорошо, можно сказать. Понятно, что только первые пробные шаги, дальше это будет лучше. То есть и уже даже вот в покер обыграл искусственный интеллект. Да, это страшная вещь. Да, лучших игроков мира в покер. Вот тогда вообще, получается, не будет ни одной профессии, которая не заменит. То есть все хуже и хуже, а дела обстоят, я имею в виду, движутся. Они наступают на нашу территорию, понимаете, ситуация такая угрожающая. Они начинают побеждать, потому что, я вот комментарий вот какой дам к тому, что вы абсолютно правильно перечислили. Люди, которые играют в ГО, проанализировали ходы, которые делали программы, вот это Альфа-ГО, которая обыгрывала этих наших ГОшников, так сказать, лучших мира. И они интересные вещи опять. Я вот этого не знала, но они мне говорили. Они говорили, что программы делали такие ходы, которые не делало человечество никогда. И они по изяществу вызывали просто восторг у этих игроков. Говорят, вот этого мы бы не сделали никогда. Совершенно другой ход. Вот это, я считаю, звоночек такой. Опасный. Серьезный, да. Именно не то, что не количество операций в секунду, что просто перебор операций, ну когда в шахматах. Да, да, не то, что она выбирает из всех имеющихся. Нет, она делала оригинальный ход, причем какой-то очень элегантный. Тут, конечно, можно задать еще один такой очень неприятный вопрос. Она понимала, что она делает элегантный ход? И тут можно только замолчать, потому что нечего сказать. Вот, но в общем, да. Поэтому, честно говоря, я бы эту тему вот как прокомментировала. Звучит гораздо более банально, чем на самом деле. А именно наши надежды лежат в области искусства и теплых человеческих отношений. Это то, где нас по-настоящему победить, вероятно, не сможет. Эти искусственные штуки. Нам нужны теплые отношения с людьми. Теплые. Не имитация, а теплые. Потому что, я не знаю, вы видели фильм «Бегущий по лезвию бритвы»? Вот. Там и соответствующая книжка 20 какого-то там года. И там интересная вещь такая, что одним из показателей того, что эти существа, которые как мы просто, вот как живые, они не могут содержать животных. Животные чуют. То есть они не тот, у него я жить не буду. А мы нет. Понимаете? То есть животные являются показателем. Мне кажется, что здесь есть о чем подумать. Потому что это эмоциональная сфера. Это сфера не алгоритмических отношений. Не ты мне, я тебе. А это искренние, теплые отношения. Как называется ваша передача, нам надо поговорить. Это на эту тему. Причем поговорить не с искусственной машиной, которая научена говорить. А вы хотите говорить всякую чушь. И это не имеет никакого прикладного смысла. И вы ни от кого ничего не хотите. А вам надо выговориться и теплую волну получить в ответ. И это совсем другая вещь. И мне кажется, что вот тут номер не пройдет. Тут нас они не смогут взять. И это настоящее искусство. Это не то искусство, когда механическое пианино, вспоминая гениальный этот фильм, помните? Да, конечно. Когда он говорит, чумазый не может. Понимаете, вот механическое пианино и гениальный пианист, причем не тот, которых сейчас очень много, у которых просто техника очень хорошая. Азиатов переиграть нельзя. Они играют с такой скоростью, что просто с этим делать нечего. Но это другое. Но это совсем другое. А вот настоящая игра, которая сердце играет, а не пальцы играют. Я думаю, в эту сторону надо поглядывать. Тогда в этой связи чему учить детей, кроме как вот этим всем чувствам и ощущениям? Образование я имею в виду. Я думаю, что детей надо учить всему. Потому что детям надо дать шанс попробовать вкус разных блюд, скажем так. Для того, чтобы они поняли, они любят. Но это я метафорически говорю. Для того, чтобы они сами поняли, что им кислое не нравится, а сладкое нравится. Или наоборот, сладкое ненавижу. А вот лимон, вот это то, что я буду есть всегда. Чтобы почувствовать, какие цвета ему нравятся, какие ткани ему нравятся. Что на ощупь, что на слух, что на вкус, что на нюх. Он же должен палитру сначала получить. Как он узнает, какие он любит цвета, если бы мы показывали только черный и белый? Ну, поэтому детям нужно в младшем-то возрасте точно предоставлять возможность поучиться всему. И рисовать, и танцевать, и прыгать, и петь, и лепить, и вязать, и решать задачи. Все. Только тогда будет известно. Вот знаете, я вам с другого боку отвечу, если вы не возражаете. Ко мне, когда приходят студенты, а это все время, со словами, мы хотим работать в этой области, и что бы вы нам посоветовали. Я несколько лет назад придумала вещь беспроигрышную, которую я сейчас могу сказать, тайны тут нет. Я им говорю, давайте начнем с другого бока. Скажите, что вы точно не хотите делать. Вот если бы мне сейчас сказали, иди работать бухгалтером, и мы тебе будем платить миллион в день. За что? Я в ужасе. Бежала бы, сказав, я лучше вообще не буду есть ничего, кроме капусты, условно говоря. Я этого просто не могу делать. Я собой покончу, если я буду это делать. Сколько угодно. Но я никогда не покончу с собой, по другим соображениям. Но сколько угодно людей, которые это делают с удовольствием, им нравится. Это не вопрос того, что есть хорошие специальности или занятия, а есть плохие. Разумеется, речь не об этом идет. По душе. А что годится данному человеку? Знаете, у меня были эксперименты такие. Я как-то пришла в советское время еще. Пришла в гастроном. Вот те из наших зрителей, которые помнят, что такое гастроном. Пришла тогда, увидела, стоит там женщина, которая занимается тем, что ножом, именно ножом, не механическим, а обычным ножом, так вот режет колбасу. Она и режет, и режет, и режет, и режет, и режет, и режет. Я к ней подошла и говорю, и давно вы так? Она, разумеется, не поняла, куда я кланю, к счастью. Да, и говорит, ну да, что, вот режу там с восьми утра. Я говорю, а вы давно работаете? Так, она говорит, да, скажем, 24 года. Так, значит, 24 года своей жизни она режет колбасу. Иногда она переходит на сыр. Ну, это страшное дело. Я ей говорю, а вы не хотели бы, скажем, три дня в неделю резать колбасу, а три дня в неделю, я не знаю, в снежки играть? Ну, можно придумать все, что угодно. И она, знаете, меня поразила ее реакция. Она в ужасе от меня отпрянула так. Сама перспектива того, что сегодняшний день, может быть, не похож на вчерашний и на завтрашний, вызвала у нее какой-то страх. То есть она тот тип человека и на здоровье. Она тот тип человека, которому нравится делать одно и то же. Вот ей работа на конвейере – это ровно то, что надо. А другому человеку это будет смертельное наказание. Поэтому у каждого свое. Поэтому я студентам-то, возвращаясь к студентам, я им говорю, вот подумайте, что вы заведомо не хотели бы. И предлагаю им вариант. Хотите ли вы работать с детьми? Хотите ли вы заниматься статистической обработкой данных, которые собрали другие люди? Хотите ли вы работать близко к медицине, то есть с пациентами? Ну, какие-то вещи. Или вы хотите теоретическую работу делать, алгоритмы какие-то писать. Вот тут-то они начинают рассыпаться. Потому что одни говорят, только не медицина. Как увижу белый или зеленый халат, в обморок падаю, это никогда. Так, отбросили. Другие говорят, о, я обожаю совершенно с детьми. Хочу с детьми, вот все что угодно. Отлично. А другие говорят, только не дети. Вот кого я ненавижу, это детей. Ни за что я с ними работать не буду никогда. Отбросили, понимаете? Другой человек говорит, я вообще экспериментальную работу не люблю, но я обожаю работать с цифрами. Вы вот собираете материалы, я буду статистикой заниматься. Боже, мы его будем носить на руках, этого человека. Мой рассказ идет к тому, что лучшее, что мы можем для себя сделать, каждый, независимо от того, сколько нам лет, маленькие мы или совсем наоборот, это узнать, кто мы такие. Что я люблю, что нет, но для этого я должна выбор иметь. Это будет сразу понятно, что мне нравится заниматься керамикой? Или нужно какое-то усилие, где-то себя преодолеть, и потом я полюблю? Я же не пифия, поэтому я не могу сказать. Я думаю, что возможны разные варианты. И тогда, когда ты сразу чувствуешь, вот оно, наконец-то я наткнулся, вот это оно и есть. Это как влюбленность, да? Увидел и все, и готов. Кстати, про любовь. Что такое любовь? И кто выбирает, в кого влюбиться и с кем дружить? Я или мой мозг? Господь выбирает. Вам ясно написано в классической литературе. Браки совершаются на небесах. Но если без шуток, хотя я на самом деле считаю, что это не шутка, то те из наших зрителей, которые живут в Америке, они знают. У них есть выражение такое, it's chemistry. Химия. Да, химия. Ну, а это обычно употребляется как метафора, чтобы искра пробежала. Но на самом деле здесь есть действительно химия. Феромоны подходящие. Это в прямом смысле на нюх. Это не очень как бы лестно нам. Мы все-таки не животные, но не буквально же мы принюхиваемся. Но не стоит слишком много про себя думать. Я занималась, кстати говоря, запахами. У меня был период в жизни, когда я занималась запахами. И памятью на запахи. Это очень интересная область. И запахи относятся к сфере подсознания. Поэтому вы и знать не знаете об этом. Искренне не знаете. Но вот некое химическое поле есть, которое без вашего участия, оно вам годится. Или наоборот не годится. Я просто знаю, читала статьи, знаю исследования, когда, скажем, учительница и ученик ненавидели друг друга. По причинам, которые были совершенно непонятны ему и ей. А у них не совпадали эти химические поля. Причем это интересно выяснилось. Потому что это я конкретную работу одну говорю. Значит, там вот мальчик был, которого в школе... Вот все учителя писали про него характеристики. Что он очень способный и скромный, и хорош. Ну, вообще, вот все хорошее. А одна учительница писала, что он тупица. Да, что он наглец там. Ну, в общем, было впечатление такое, что про другого человека писали. А потом, ну уж я не буду рассказывать, но было исследование, из которого получилось, что их вот эти, ну, не совмещаются пробирки эти, поля эти не совмещаются. Ну, я... Сейчас я... Там было не то, но я к примеру скажу. Представьте себе, что вы не переносите запах чеснока, например. А он, предположим, ел этот чеснок. Там не было этого. Я понимаю. Это я в качестве просто... Да, пример. Поэтому есть тонкие вещи такие, которые мы о них на самом деле не знаем. Подсознание очень серьезная вещь, которую мы не знаем, как это... Ну, то есть мозг вот в этом, получается, не особо-то и участвует. Но все-таки это мозг. Все-таки это мозг. Все-таки это мозг, потому что мозг – это не только сознание. А подсознание где? Оно не в печенке же у нас сидит. Все в мозгу. Все в мозгу. Неосознаваемые процессы в мозгу. Конечно, некоторые психологи сказали бы, что отстаньте вы с вашим мозгом. Все время это мода пошла. Все время теперь все с мозгом связывают. Психика – это психика, а мозг – это мозг. Вы там играете в свои проводочки и играете в свои проводочки. Но я все-таки на другой позиции. У нас нет другого кандидата на эту роль. А кто обеспечивает нашу психику? Кто? А, я могу пошутить. У Гоголя есть блестящая фраза. Я ее даже дважды вставляла в эпиграфы каких-то своих презентаций. И даже в эпиграфе к одной из статьи она есть. Все неприятности происходят от того, что люди думают, будто мозг находится в голове. Вовсе нет. Его приносит ветром со стороны Каспийского моря. Гениальный Гоголь вот такую вещь написал. Ну, это шутка, так сказать, с моей стороны шутка. Но многие так и считают, говорят, оставьте вы. Причем здесь мозг? Это у нас вот сложная психическая жизнь. Я не вижу здесь борьбы никакой. А дружба тогда – это то же самое? Это какая-то разновидность любви? Я, конечно, не знаю, но думаю, что если так призрачно, то скорее да. Но в дружбе все-таки есть еще компоненты, скажем, интеллектуальные. Вот вы мне объясните, как может получиться так, что человек высокого интеллекта и невероятного вкуса, причем разного вкуса, и эстетического, и всякого, влюбляется, как чумовой. Абсолютно. И полностью сдается. Совершенную дурочку. Да, какой-то, ну, совсем вообще никчемному существу. Причем это существо может быть даже некрасивым. То есть это не обязательно, что там тело прельстило. Да, и все вокруг просто недоумевают вообще, что происходит. Они живут себя, душа в душу, всю жизнь. Такие примеры есть. Да, да. Что это? Вот. В дружбе как-то все-таки она почище в этом смысле, что, ну, если вам не о чем с человеком говорить совсем, то, ну, как-то тяжело. Мужской и женский мозг, понятно, что отличаются, и не только размером, женский немножко меньше, но это ничего не значит, что вы говорите. В чем отличие? Я вам отвечу более игриво. А именно, индивидуальные различия в мозгах так велики, что они переигрывают групповые. Сколько хочешь мужчин, слабых, истеричных, каких-то порывистых, имеющих все черты того, что мы привыкли относить к женщинам. Сколько хочешь женщин, посмотрите на Терезу Мэя. Она перекусит газопровод Норд Ту, так сказать. Вы посмотрите, она акула. Или Маргарет Тэтчер там. Вы вспомните эти железные леди, которых вообще ничем не возьмешь. Поэтому, конечно, вы бы, если бы со мной сражались, вы могли бы сказать, да, вот это и есть мужские черты. Они не вполне женщины, как бы. Ну, тогда мы должны играть в игру, в которую я предлагаю не играть, а именно разделить уже гендерную историю не на два, а на 16, как сейчас стало модно. Но я этого терпеть не могу. Все-таки Господь создал два пола. Успокоимся на этом. Но если все-таки к мозгу обратно, то даже разговоры про то, что женский мозг меньше мужского, это в основном игрушки. Это статистические данные. Статистические. Мы берем все вместе. Сложили, разделили. Средняя температура по больнице. Да, это очень средняя температура по больнице, и кого с кем вы складываете. Потому что, если мы возьмем данные из всяких банков хранения мозгов, уже тех, кто ушел там, и посмотрим, какой мозг был у выдающихся людей. Совсем не обязательно большой мозг. Это мог быть очень маленький мозг. Размер не имеет значения. Не имеет значения. До некоторых пределов есть границы, да. Но, тем не менее, это может быть мозг, я не знаю, килограмм, условно говоря. И это гениальный мозг. Хотя, по всем данным, так быть не должно. И это может быть мозг почти два килограмма, это мозг дауна. Поэтому я бы в эту игру мужской и женский мозг не играла. Но, тем не менее, кое-что такое полезное я скажу. Не из размеров исходя, а из функций мозга. У женщин в неком среднем, этом неприятном среднем варианте, гораздо больше связей. Вот если взять полушарие, вот одно полушарие, второе полушарие. И вот связи есть внутри мозга. Есть те, которые внутри полушария идут. А есть те, которые перекрестные. Которые сюда и сюда. У женщин гораздо больше связей, соединяющих полушарие. Это о чем говорит? Это говорит о большей устойчивости, я бы сказала, жизненной. О большем ассоциативном поле. О возможности заниматься хорошо разными вещами. Я с другого боку, если позволите, подойду. Некие средние вещи, вот мы с вами обе женщины, нас это не обидит. Некие средние или даже очень хорошие вещи мы делаем хорошо. Гениев среди женщин мало. Это факт. Это факт. Если бы здесь сидели феминистки, которых я терпеть не могу. Это мой следующий вопрос, подождите. Да, да. Вот. То они бы сказали, это потому, что нам не давали развиваться. Я как-то участвовала, вляпалась сама в Нью-Йорке. Оказалось, в компании, я не знала, что они феминистки. Профессора? Ну и профессора. Оказалось, что они феминистки. Они говорят, потому что нас на кухне держали, мы только детей рожали. Мы это, в смысле, их предки. И поэтому из нас Моцарт с Бетховеном не появились. Что-то я не вижу большого количества Моцартов и Бетховеных сейчас, когда никто никого на кухне уже не держит. Да, есть Нобелевский лауреат и женщины. Вот сейчас даже Абелевскую премию женщина получила. Нет, так я же не говорю, что не могу. Да, что их совсем нет, их мало. Но их мало. Их мало. И я думаю, это на самом деле объяснимо. Выдающиеся достижения, как хорошие, так и плохие. Мужские. Они вот на этих пиках они играют. Вот уж гений да гений. Он может быть полностью чумовой по всем остальным своим жизненным качествам. Не хочу, поскольку мы в эфире, не хочу называть фамилии, но могла бы назвать, и наши зрители их в том числе знают. Выдающийся математик. Чумовой на всю катушку. Ну просто, ну больной. Но он гений. Гениальность очень дорого стоит. За нее обязательно платят. Жизнью своей. Другой жизнью. Им очень тяжело жить. У них нет друзей. Они какие-то все не такие. Их никто не принимает, кроме как ученого. Это такая история неплохая. Вот. Роль, эволюционная роль. Сейчас я знаю, как на меня накинутся все эти люди, но это мне абсолютно безразлично. А накинутся они меня со следующими словами. С чего вы взяли, что эволюция так устроена? Я взяла из эволюции роль женщины в эволюции сохранить потомство. Не ругаться с соседями каждую минуту и не устраивать войну. Потому что гнездо надо сохранить, в котором дети должны быть здоровы и живы. Поэтому вот эти связи между полушариями я к чему клоню? Женщины хорошие переговорщики. Вот на самом деле в Министерстве иностранных дел женщины должны сидеть. Они как-то умеют договариваться. Не интеллектом, чистым интеллектом. Это я не к тому, что они дуры. Я не намекаю. Тем более, что мы с вами женщины, а мы точно не дуры. Мы никогда не согласимся с другим решением. Вот. Но я имею в виду, что есть какие-то ходы разговора, понимаете, такие, которые... Мы знаем, как это делать. Знаем не в смысле знаем, а знаем в смысле чувствуем. И вот эти связи между правым и левым полушарием, они дают возможность вот каких-то таких установлений взаимоотношений. На нюх, на вовремя шутка, вовремя посмотрел, оделся, дотронулся. Вот какие-то такие вещи, которые искусственный интеллект делать не может. И поэтому женщина обеспечивает стабильность жизни. Она так задумана биологически. Пока. Может быть, потом, когда все превратятся в киборгах, будет другое. Это про это я не знаю. А пока что так. Мужчина-носитель прогресса. Он делает шаги, которых никто не делал. Он обеспечивает это движение вперед, готов заплатить жизнью за это. Женщина должна подумать. Она готова заплатить жизнью и оставить детей сиротами. Ну, я резко говорю, и я, разумеется, преувеличиваю. Я просто имею в виду векторы. Векторы как бы того, что природа задумала. Если люди возгордились настолько, что идут против природы, посмотрим, чем это кончится. Вот исходя из того, что вы сказали про эволюционную роль женщин, тогда как вы относитесь к той тенденции? Сейчас много, ну, достаточно много таких женщин, которые чают фри, которые там скандальные, ругаются с соседями каждую минуту. И в мужчинах, наоборот, этого меньше и меньше. Вот таких вот мужественных, то, что по природе вы говорите. Это тенденция или это просто исключение? Это тенденция, но я не вижу оснований никаких говорить о том, что это биологическая тенденция. Когда мы говорим слово эволюция, если мы не добавляем к ней социальная эволюция, там, и вот эти вот игрушки уже такие. А если мы говорим о биологической эволюции, у нас нет никаких оснований говорить о том, что сдвинулись тенденции биологической эволюции. Это мода. Сегодня такая мода, а завтра другая мода. А вот если вы, не дай бог, мне скажете, что у вас в кармане лежат доказательства того, что биологическая эволюция пошла в эту сторону, я бы стала очень тревожиться. Тогда это еще одна головная боль, кроме искусственного интеллекта, который нас вот-вот заместит. То есть, а мы сами, мы что? Мы хотим превратиться вообще во что-то другое? А зачем, если на секрет? Ну, можно разные игры играть. То есть, если вдруг эта биология съехала и начинает играть в то, что мужчины не вполне мужчины, а женщины не вполне женщины, то это повод сесть и подумать, что это вообще такое-то происходит. То есть, это мутации, мутации происходят каждую секунду везде. Но я говорю, мутации в данном случае не биологические, а как бы метафорические. То есть, съехала вообще с катушек, со всех рельсов съехали? Тогда волнуемся. Но теоретически биология может съехать, так? Биология может все, что угодно делать. Есть масса существ на нашей же планете, а по-другие планеты мы не знаем, которые меняют пол в зависимости от температуры. То есть, если вы там, то он женщина, то... Ну, не женщина, то он одного пола, то он другого пола. То есть, много всего есть. Мир разнообразен. На этой планете чего только нету. Теперь про феминисток. Почему вы их так ненавидите? Ну, ненавижу это я в шутку, разумеется, говорю. Не любите. Я люблю, чтобы был некий порядок. Все-таки порядок биологический не нами создан. И не вижу причин его сознательно рушить. Я никого не хочу переубеждать из тех, кто считает, я неправильно родился. На самом деле, ну, трансгендерные все эти фокусы, я без издевательства. Я говорю всерьез. Ну, хорошо. Если действительно человек ощущает, что он психологически не совпадает со своей биологической природой, его дело, тогда, вероятно, надо действительно идти на эти операции. И все это. Я с этим не спорю. Но это же исключительные ситуации. Мы говорим о большинстве. Поэтому мне не нравится, когда мода отдельных сообществ начинает влиять на жизнь на планете целиком. Вот это мне не нравится. Но это факт моей жизни, не больше. Они могут думать иначе. Я не настаиваю. Я сама в эту игру, мне не нравится в нее играть. Ну, а почему мне должно нравиться? Я в хоккей еще не играю. Мало ли во что я не играю. В карты не умею играть, к сожалению. Потому что вообще по моему складу я должна была бы любить это. Но мне не нравится. Мысли материальны? Пока что наука говорит нет. Нематериально, потому что мы не можем доказать обратное. В науке, как мы говорили в прошлый раз с вами, есть свои правила. Доказательства. Проверяемость. Потому что я вам говорю, я поставила 50 экспериментов, у меня вот что получилось. Вы скажете, а сейчас я их повторю. Ставите еще 50, и у вас не получается. Тогда, значит, нужен еще кто-то, кто поставит еще 50 экспериментов, или 150, и скажет, нет, вот, все-таки. Понимаете? Ну, просто правила игры есть. Вот, у нас нет, и есть такая презумпция, что если человек провозглашает что-то, что противоречит физической картине мира, признанной большинством людей на этой планете, то не мы должны ему доказывать, что мы правы, а он нам. Пусть он представит доказательства того, что мысль материальна. Я, кстати, буду очень довольна. Если я получу такие доказательства, я буду счастлива. Но, насколько я понимаю, вы, вот, если науку отставить в сторону, все-таки такое допускайте. Я допускаю это. Я допускаю, хотя мои коллеги и друзья ученые должны сказать, ну, ты что-то расшалилась. Потому что этого нет. На что я им, поскольку я не боюсь, и за репутацию не боюсь, и вообще не боюсь, то я им на это скажу, пока, пока вы правы, пока. Мы не знаем, что произойдет даже через год. Уж тем более, что произойдет через сто лет. Понимаете, если мысль влияет, если вы услышите оскорбление в ваш адрес, это повлияет на весь ваш организм. Правильно? У вас вообще все остановится. И у вас будет сердцебиение, у вас мокрый лоб, там, вообще. Это ужасно. А это просто слово было. Так мы что-то должны с этим делать? Значит, если оно так влияет, то, значит, мысль материальна? Конечно. Мы что-то с этим должны делать? И наоборот, похвала совсем по-другому действует. И похвала вас окрыляет, там, вы летаете, и все это. Это серьезный вопрос. Можно ли мозг запрограммировать на успех или неудачу? Я думаю, да. Я думаю, да. Поэтому так важно, кто воспитывает и как воспитывает. Конечно, здесь начинается состязание, кто сильней. Потому что если очень сильный ученик, даже если он ребенок, ну, как мы с вами говорили уже в прошлый заход, так сказать, что родил, сильная личность, он родился сильным, а его учитель все время в физиономии в пол. Говорят, ты тупица, вот вырастешь, тогда и поговорим, а сейчас вот делай, как я, ученик может переиграть. Но не каждый. Кого-то этот учитель уложит таки. А кого-то наоборот. Да, а кого-то наоборот. Поэтому это всегда такое противоборство сил очень разных. Трудная история эта. Вот то, что мозг используется только на 4, на 5 или на 7 процентов, это миф? Это миф. Это миф. И, честно говоря, я вообще не понимаю, откуда он взялся. Мы друг с другом, но те, кто в этой сфере работает, мы там друзья все, вот мы друг к другу говорим, слушайте, надо бы найти источник. Вот откуда они это взяли? Честно говоря, это абсолютно непонятно. Потому что если вы засунете мозг в FMRT, Functional Magnetic Resonance Imaging, аппарат, в томограф, вот, так вы увидите, что он весь и работает. Понимаете? Даже если он как бы ничего не делает. Там огромная активность идет. Откуда они взяли эти проценты-то? Я понять не могу. Если они тем самым намекают, что мозг может работать еще мощнее, тогда пусть так и скажут. Не говорят про эти проценты, которые просто не хватает никакого воображения представить, откуда эти 5, 7, 10 или 25 взялись. Вот если оставить в покое эти проценты и спросить, может ли мозг работать мощнее, чем он работает, у вас или у меня в данный момент, мой ответ бесспорно будет «да». И я думаю, вы сами знаете. Потому что уже, кажется, работаешь на полную катушку. Особенно, если ты решаешь трудную интеллектуальную задачу какую-нибудь. Интеллектуально – это не обязательно числа перемножать, условно говоря. Это может быть я… Ведь вот сложную музыку сложно слушать. Но скажите, правда? Это напряжение. Это требует отдачи. Ты весь сосредоточен. Ты не просто в уши тебе децибелы летят, а ты весь в этой музыке. Это трудная работа. И некоторое время ты слушаешь, и у тебя ничего не выходит. А потом вдруг начинает выходить. И ты знаешь, что если ты употребишь еще усилия, ты еще и больше поймешь. Если бы это возможно было зафиксировать, теоретически возможно. Просто ты не можешь голова, чтобы у тебя все время находилась в томографе. То, я думаю, было бы видно, что да, мощность работы мозга растет. Индивидуальная. Это я делаю одним пальцем. А для того, чтобы это я сделал, я должен напрячь себя целиком. Поэтому вот мой ответ такой. Проценты забудем, они ничего не значат. А то, что можно гораздо больше, да. И это наша способность растет по мере упражнений. Если вы будете просто читать дурацкие книжки, беседовать с какими-то глупыми... И пить плохое вино. И пить плохое вино никогда не устану говорить. И слушать дурацкую музыку, и общаться с придурками, то вот такой и мозг. А да, а вот с этим человеком очень трудно говорить. Так и слава тебе, Господи, что с ним трудно говорить. Это и есть замечательная работа вашего мозга, которого ему подсо... Поговори-ка с ним, с этим человеком, который на каждом шагу там нож выставлен, он тебя ловит все время. Он шутит, а ты не понял, что это шутка. Или он тебе говорит провокационные вещи, ты поддаешься, а он это все выдумал. Этого нет ничего. Вот это игра, так игра. Вот это интересно. Так что да. Мозг все время работает, правильно? Он никогда не спит. А как он отдыхает? Нет, вот не знаю. Вот отдыхает ли он, вот это вообще... Не знаю даже, можно ли поставить так вопрос. Потому что, ну, всякому сейчас уже известно, даже не ученым, а кто, что просто что-то читали, что во сне мозг работает. Еще неизвестно, когда он работает больше. В активном состоянии. Или когда он спит. Потому что спит, вот сейчас начинается, это мы спим, а он не спит. Потому что он порядок там наводит. Пока... Знаете, я что студентам говорю? Я им говорю, когда вам нужно сдавать экзамен, худшее, что вы можете сделать, это заниматься ночью, накануне экзамена. И не по той причине, по которой вам обычно родители говорят, устанешь, не сможешь сосредоточиться. Абсолютно не в этом дело. Не вспомнишь ничего. У меня так было. Да. У всех было, кто заметил. Остальные у них тоже было, только они не поняли. Для того, чтобы знания, которые вы специально выучивали, вы смогли вынуть оттуда, они должны перейти в другой отдел мозга. Из кратковременной памяти в долговременную. Это происходит во сне. Значит, лучшее, что вы можете сделать, это утром поучиться, после этого лечь спать. И когда вы встанете, то оно и вылезет. И я думаю, многие помнят сюжеты, когда вы на самом деле учили, не врете, что учили, а на самом деле учили. Приходите на экзамен, тянете билет, и ноль. Причем ноль не потому, что вы этого билета не видели, а вы вчера его учили, только ничего сказать не можете. Вы получаете то, что заслужили, идете домой в горе, ложитесь спать, утром просыпаетесь, и можете ответить на пять. И где это было? Где эти знания бродили вчера? Они не легли в нужное место. Это к вопросу о том, отдыхает ли вообще когда-нибудь мозг. Потому что есть такое даже состояние мозговое, которое называется дефолтное состояние мозга. В смысле, как бы ничего особенного он не делает. Такое, ну, нейтральное какое-то состояние. Но это не отключка. Это не то, что там выключено. Какая-то деятельность мозгу идет всегда. А вот смотрите, многие говорят, вот кто действительно как-то упорно работает, и вот именно мозгом трудится, и напряженная работа происходит, потом они приходят вечером домой, включают какой-то дурацкий совершенно сериал, и вот они так расслабляются. Это я. Да? А вы говорите, не смотрите плохое кино. Нет, плохое... Нет, у меня иногда бывают приступы мазохизма, когда я пришла, думаю, надо какой-нибудь... Такой совсем муру посмотреть. Какой-нибудь... Ну, простой фильм такой. Детектив, но простой. Не потому что... Да. Ну, вот как бы тут я... Ну, это нормально, это такой отдых получать, разгруз какой-то, да? Да, разгруз. Я даже могу взять и включить какое-нибудь ток-шоу политическое. Правда, тут у меня не получается разгрузки, потому что я начинаю анализировать то, что они говорят. Начинаю думать, ага, вот он придуривается. Этот, не буду называть имена. Этот придуривается, что он такой, но я-то знаю, что он не такой, а что он говорит, это специально для того, чтобы это... Провоцировать. То есть я начинаю шахматы вокруг этого устраивать. И мне даже интересно. У меня как-то одна там моя подруга, она мне говорит, как ты можешь смотреть эту дрянь? Я говорю, ты не понимаешь. Я ее смотрю как аналитик. Ну, с маленькой буквы аналитик. Я же не аналитик, а не настоящий. Я смотрю, как это устроено. Это театр, они устраивают театр там. Они друг в друга кидаются стаканами с соком, но у них уже заказан столик в ресторане, где они будут обедать. Так что не рассказывайте нам эти глупости. Это театральное представление. Да, поэтому я вполне представляю себя. Иногда мне хочется почитать какой-нибудь там простой детектив. Но я не могу читать... Я не могу читать пошлую литературу. И пошлый... Я не могу, меня вытошнит. Это я просто не могу. Может, она даже и не вредна, но у меня не выходит. Многозадачность. Это хорошо для мозга? Когда одновременно делается несколько дел. Это хорошо для того мозга, для которого это хорошо. Извините, я так хитрый ответ дам. Вот, скажем, мне нравится... То есть для меня это годится. Я часто читаю несколько книжек. Одновременно не в смысле одним глазом Гоголя, а другим глазом Эйнштейна. Не в этом смысле. Но я могу читать одновременно несколько книжек. У меня лежит сейчас книжка, которая сейчас, по-моему, Букера получила, книжка Ипполитова, «Только Рим» или «Просто Рим». Очень интересно, замечательно. И одновременно у меня лежит книжка про цвет. Замечательная французская книжка, переведенная. История цвета, когда использовали какие цвета, как их делали, как мода на цвет менялась. Страшно интересно. Параллельно я читаю Гоголя, как всегда. Вот. То есть мне это не мешает. Более того, когда я пишу статью какую-нибудь в компьютере, обычное дело, при этом, скажем, я не знаю, лосося поджарить. То есть мне многозадачность... И еще и по телефону поговорить. То есть мне многозадачность не мешает. Это не говорит о том, что у меня хороший мозг. Это говорит о том, что у меня такой мозг. Потому что я знаю людей, которые уж точно не менее способные, чем я, или более способные, чем я, которые могут делать только одну задачу, последовательные. Вот сделали это, а потом будем делать это. А потом будем делать... То есть то, что я делаю таким этим... Клач такой, то они делают одно за другим. Это не хорошо, не плохо. Понимаете, вот это важно. Я бы просто хотела, чтобы наши зрители это поняли. Нужно прекратить делить все на черное-белое, хорошее или плохое. Палитра состоит из многих цветов. Нельзя сказать, что быстрый мозг хороший, а медленный плохой. Это неправильно. Может быть, быстрый мозг – дурацкий мозг. А медленный мозг зато очень глубокий. Он работает медленно, но так, как всякий бы хотел, только не получается. Поэтому есть мозг, который серийный, а много сразу. Есть мозг, который последовательный. Есть мозг, который любит, когда музыка играет, а он при этом думает о серьезном. Или решает серьезный издание, или пишет статью. А есть мозг, как мой, которому музыка мешает. Музыка для меня серьезная вещь. И если я ее слушаю, то я ее слушаю. Я, кстати, об этом думала. У меня такая простая мысль была. Думаю, боже, у меня столько записей прекрасных. И пластинок, и виниловых, и невиниловых. И всяких. Думаю, мне некогда и слушать. Я так много работаю. Интеллектуально думаю. Пусть они звучат. Что плохого-то? У меня ничего не выходит. Меня это сбивает. Я об этом думала. И мне кажется, я нашла для себя лично решение. Они мне навязывают... Вероятно, у меня есть какой-то внутренний ритм, которым я пишу. А они мне навязывают другой ритм, который мне сбивает. Это не научный ответ, а как бы такое наблюдение. Я знаю, у меня был шеф-психиатр, крупный очень, Лев Яковлевич Балонов, к сожалению, в лучшем мире. Он вообще без определенной классической музыки не мог написать ни строчки. Он был блестящий. Ему для того, чтобы написать научный текст, нужно было присутствие классической музыки, определенной, и коньяк. Он без этого вообще не мог писать. Он такой. Но сколько угодно других. В мире нет двух одинаковых мозгов. Причем в самом буквальном смысле. Это я, кстати, недавно читала несколько статей научных на эту тему. Это так же, как роговицы глаз или отпечатки пальцев. Даже мозг близнецов однояйцевых. Это разные мозги. Так что нет. Информационный перегруз для мозга опасен? Опасен. Но это индивидуальные дозы. Мое любимое выражение, студенты смеются надо мной, но говорят, Черниговская всегда говорит, все дело в дозе. Это правда. Я говорю, все дело в дозе. А дозы индивидуальные. Понимаете, одному для того, чтобы услышать, нужна такая громкость, а другому вот такая громкость. Одному нужно, я не знаю, если он там пьет алкоголь, если уж мы там вспомнили, вот столько граммов, и это его валит. И об этом огромная научная литература. Это индивидуальная химия. Мы говорим про химию? Да. А другому его ничего не берет. Ну, то есть берет, но большими дозами. Поэтому мой вот ответ на ваш вопрос такой. Да, перегруз возможен, но для этого человека это перегруз, а для этого недогруз. И это не характеристика того, что этот слабый, а этот сильный. Это не на тему хорошо и плохо. Это не на тему слабый мозг или сильный мозг. Это не на тему способный и неспособный. Нет. У меня и там у наших друзей есть подруга одна, близкая. Она совсем не глупая женщина, у нее абсолютная память. Но она никаких звезд с неба не хватает. Она помнит, скажем, какой день недели был, я не знаю, там, 5 апреля 64-го года. На какой черт мне это помнить? Ну, вот зачем? Да, но она это помнит не потому, что она хочет. Так устроен мозг. Она так устроена. При этом ее ходы, интеллектуальные ходы, будут простые очень. Она сложных вещей не придумывает. Она очаровательная, милая и совсем не глупая женщина. Но не длинный. Да, но все разное. Поэтому я опять как маньячка говорю, лучшее, что мы можем для себя сделать, это с собой познакомиться. Я студентам, особенно студенткам говорю. Могу сказать широкой публике. Скажите. Скажу я следующее, для женщин в данном случае. Хотя и мужчинам не вредно. Нужно войти в ванную комнату, закрыться на ключ или на что-то. Смыть косметику всю. Яркий свет включить. И внимательно себя рассмотреть. Рассмотреть как физически, так и не физически. И принять решение, сказать себе, я красивая или нет. Это информация личного пользования. Выйдя из ванной, эту информацию сообщать не нужно никому. Потому что есть косметика и много разных развлечений в виде юбок, туфель и книжек. Вот. Я красивая или нет? На самом деле. Я яркая или нет? Я люблю сидеть в углу под зеленой лампой. И чтоб только Христа ради никто не подходил. И там я счастлива. Или сцена, аплодисменты, софиты. Или сцена, аплодисменты круглые сутки. И чем больше, тем мне лучше. Я скромная или я тихая? Много этого. Я ранняя или я жаворонок? Или я сова? Я очень поздно узнала, что я сова. Потому что я девушка из хорошей семьи, мне было велено. Надо рано вставать и сразу заниматься начинать. Мне бесполезно начать писать статью раньше 10 вечера. Я только потеряю время. Это не значит... Я очень активно, как вы знаете, живу и много очень делаю всего. Но это другой тип работы. Если мне надо писать то, что от меня отнимает большую энергию, если мне надо серьезно думать, это концентрация и все. Только ночью. Но я это поздно узнала. Я старалась делать, как велели учителя и родители. Но это надо знать. Есть жаворонки и совы. Есть быстрые и медленные. Есть заранее нужно все начинать и постепенно двигаться. Или... Ах, там дальше видно будет. Вот я сама над собой думала. Дедлайн. Великое слово дедлайн, которое хуже нет ничего. И я думала, почему я начинаю делать к дедлайну накануне вечером? Когда вот утром оно уже обвалится все. Почему я, проклиная момент начала жизни и вообще все, делаю это все? Ведь я все равно трачу одно и то же количество часов. Почему же, думаю я, я не потратила их неделю назад? И как вы себе отвечаете на этот вопрос? Я отвечаю так. Значит, для того, чтобы я успешно сделала эту работу, мне нужна какая-то доза стресса. В противном случае я не включаюсь. Это просто факт жизни. Это так. А другим людям нужно... Ой, у меня там в начале мая мне нужны какие-то тезисы представить. Когда в начале мая? Когда именно? Третьего? Вот второго и займемся. Но они-то займутся в феврале. И это не значит, что они сделают хуже, чем я, или лучше, чем я. Я повторяю, это индивидуальные вещи. Вот мне кажется, то, что мы сейчас с вами проговариваем, это очень важная история. Нужно быть с собой знакомым. Так же, как родители должны познакомиться с теми детьми, которых они родили. Они почему-то думают, что если они родители, то они про него что-то знают. Ничего они не знают. Дети, инопланетяне, которые к нам каким-то способом прибыли. И нам надо познакомиться с ними. Они какие? Им что нужно? Им нужна жесткая дисциплина, потому что иначе он все разнесет. Или, наоборот, с ним надо аккуратно, потому что он впадет в такую депрессию и тоску, что не будете знать, что с ним дальше делать. Причем они брат с сестрой. Вот этого надо колотить, а этого надо по головке гладить все время. Но это же нужно узнать. Для этого нужно вообще проснуться родителям. Вы как бы для чего родили? Для того, чтобы демографический кризис в России кончился? Или что? У вас какая цель? Или чтобы было над кем поиздеваться? Или что вы вообще разберитесь? Да, понять себя – это самое важное. Это очень важно, и это страшно сложно. Конечно, есть путь, который обычно используют… Вот американцы это любят. Сразу к психоаналитику. Он нам все и расскажет. А вы уверены, что он вам расскажет то? То самое. Он же к школе определенной принадлежит. Этот – фрейдист. Этот – за Юнгом. Этот – за Адлером. Этот вообще свое придумал. Этот на вас так смотрит, а этот – этак смотрит. Может, вы себе будете, к примеру, доверять? Такой тоже есть вариант. Или другу. Или священнику. Рисповедаться пора. Потому что больше сказать некому. А священнику скажем. Это… Ну, в общем, я к тому, что мы невнимательно как-то живем. Понимаете? Мы не смотрим вперед. Мы не видим, готовы сдать искусственному интеллекту целую цивилизацию. Нам не жалко собственных детей. Мы на них обыгрываем свои… Или даже отыгрываем свои амбиции. Нам не жалко друзей. Нам не жалко родителей. Нам никого не жалко. Мы в какую-то… Как бесноватые, честное слово. Вот что-то движемся. Какое-то брауновское движение такое устраиваем из жизни. Это и сейчас только такое происходит? Я думаю, всегда. Ну, и кроме того, я же не знаю, я не занималась анализом того, как такие вопросы решались в былые века. Хотя такая возможность есть, потому что для этого существует великая литература. Почему классика так замечательна? Потому что это очень тонкий анализ того, что с людьми было. Искусство – это возможность прожить не свои жизни. Еще жизни. Поэтому, когда ты смотришь сложный фильм, ты живешь другую жизнь. Читаешь книгу, а там люди, которые гораздо тоньше, нас проанализировали то, что мы не можем. И нам просто дали уже. Ну вот, смотри, чего бывает. Так нет, так мы же не смотрим. Мы дадим лучше вместо этого детям дайджест из преступления и наказания, где будет банальная история про то, кто старушку хлопнул. Так он не писал про это. Достоевский не писал детектив. Сообщаю. Никто не знает. Ваши рекомендации нашим зрителям? Нашим зрителям не забыть про то, что жалко одну свою жизнь. Может, она не одна, но мы про это не знаем. Но ту, про которую мы знаем, так бессмысленно ее вести, поедая спагетти или гамбургеры. Просто так. Потому что может не быть шанса, что можно как-то это поменять. Как бы надо успеть поменять. Но так в мире много прекрасных мест и чудесной музыки, и замечательно интересных книг, и людей. А вот эта минута уже прошла, и другой нет. Кстати. Ее, этой, то есть другая-то вот сейчас идет. А той, которая прошла, больше не будет. И вот этой больше не будет. И вот этой тоже больше не будет. А мы все это время жарим котлеты. Ну, все-таки. Ну, есть же пределы безумия какого-то. Правда? Татьяна Владимировна, огромное вам спасибо. Вы невероятная женщина. Я счастлива, что вы пришли в нашу программу. Спасибо вам. И я очень надеюсь, у меня к вам еще тысячи вопросов. И я очень надеюсь, что мы с вами их еще обсудим. Спасибо. Это была Татьяна Черниговская. Татьяна Черниговская. Продолжение следует...